Может быть, я просто ничего не могу поделать с фактом, что мне не нравится стиль этого автомобиля. Потому что ты еще молодой. Ты еще молодой. Если ты бизнесмен, который заработал на Бертли Бентейгу, у тебя нет времени, чтобы машина тебе выносила мозг, дергалась коробка, не заводилась она и так далее. Тебе это не нужно. Тебе нужна хорошая машина, которая из точки А доведет тебя в точку Б. I am an anti-coaster, I am an anti-coaster, don't know what I want, but I know what I get it, I wanna destroy, possibly, cause I wanna be, wanna be, wanna be, now don't worry. Всем привет! У нас сегодня вновь Бентли Бентейга. Самый быстрый кроссовер, самый крутой кроссовер, самый дорогой кроссовер в мире. Я не могу не задать тебе вопрос. Он же уже у нас был на тесте. Да. Почему мы снова в этом автомобиле? Да, 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 и снова да, ты абсолютно прав. В феврале мы снимали ДТС-драйв с этим автомобилем, много чего рассказали о нем, но у нас выдалась уникальная возможность протестировать его еще раз, но не в Москве, а в прекрасной республике Карелия и протестировать его немножко в других аспектах, нежели это мы сделали в Москве. Мы проехали на Бентеге за два дня почти тысячу километров, и у нас даже был опыт бездорожья на этом автомобиле, если так это можно назвать. Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас приступаем к тесту. Я просто наговариваю, может показаться, что я сумасшедший. Это не кажется. Действительно, это... На самом деле, это один из моих первых опытов на бездорожье относительном, если это можно таковым назвать. Выехать на бездорожье я решил по-королевски. Пошли, 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 пошли. Гребет, гребет машина. Здесь стоит дифференциал Торсон, межосевой, если я не ошибаюсь правильно, который распределяет крутящий момент, который составляет 900 ньютон-метров в соотношении 40% наперед, 60% назад. Но это если вы просто прямолинейно передвигаетесь. В режиме движения по оффроуду крутящий момент перераспределяется и между осями, и между ведущими колесами. Все, где-то 3 километра по той же дороге. Хорошо! Хорошо! Ей понравилось. Жила. А вы спросите, что забыл Бентли Бентейга на песчаном карьере? Зачем она здесь? В общем-то, резонный вопрос. Что она тут забыла? Но, чтобы заработать на Бентли Бентейгу, надо часто посещать подобные места со своими друзьями. Шутка. Не подумайте, что речь о бандитских фильмах. То есть мы приходим к тому, о чем я сегодня утром и рассказывал. То, что один автомобиль объединяет в себе огромное количество качеств. Безусловно, это не вездеход. Это не крузак 200, это не подготовленный хаммер, дефендер или что-то типа того. Но при этом с базовым уровнем бездорожья, который перед нами, он справляется на раз-два даже на штатной резине. Ну и кроме того, друзья мои, всегда, всегда, каждый божий раз, когда я снимаю тест-драйв, отдаю машину, ролик уходит в монтаж и потом выходит готовый на канал, у меня появляется некоторое послевкусие. Как после хорошего вина, мне всегда хочется чего-то добавить, чего-то рассказать, но уже все, поезд ушел, а ролик уже лежит на ютубе, лайки уже идут. Но сейчас у меня появилась уникальная возможность рассказать про Bentaygo то, чего я не досказал в тест-драйве и вновь подчеркнуть те моменты, которые меня зацепили в этом автомобиле. Начнем с того, что действительно, как бы вам это не было больно, неприятно, как бы у вас не горело в одном месте, Bentaygo самый быстрый кроссовер в мире. Под капотом W12, 6 литров, 608 лошадиных сил, 900 момента, 4.1 до 100 и, что самое главное, 301 км в час максимальной скорости. То, чего и не снилось немецким кроссоверам. Кому? Ну, тут придется вам держаться покрепче и сесть на стул. Это Cayenne Turbo S, GLE 6.3 AMG и X5 и X6M. А ты иди, сделай чип себе, может быть, станешь быстрее. Самое интересное в этом автомобиле то, что, как и раньше, так и сейчас, ничто не выдает его потенциал. Ничто не кричит о том, какой он быстрый, какой он мощный. Да и вообще, марка Bentley пытается о себе не кричать. Они не пытаются как-то о себе громко заявлять. У них нет слишком агрессивных аэродинамических обвесов, слишком агрессивных дисков. У них не кричат выхлопные системы, как правило, потому что им это не нужно. Средний покупатель Bentley это мужчина в зрелом возрасте, который уже заработал денег, у которого есть образование, у которого, скорее всего, есть семья, у которого уже в одном месте отыграло детство, и он перешел на качество, на другой уровень. Так почему же в Москве так много молодых людей, которые выбирают эту марку? Как известно, понты дороже денег, и очень многие молодые люди, очень многие молодые представительницы прекрасного пола выбирают Bentley в подарок, как правило, только потому что это известная марка, у которой есть история, и не надо объяснять, что ваша машина дорогая. Вот этот вот непонятный момент, но тем не менее он существует. Например, если у вас Мерседес, и если у вас дорогой Мерседес, то, сказав фразу «у меня Мерседес», вы никому ничего не дадите понять. Вам приходится объяснять, у меня не просто Мерседес, у меня GLE 6.3 AMG, который в хорошей комплектации стоит 10 миллионов рублей. И тогда, да, может быть, вы на определенных людей произведете нужное впечатление. Что касается Bentley, вам не нужны эти уточнения. Когда вы говорите «у меня Bentley», вы сразу даете понять, что у вас дорогой, крутой, быстрый, эксклюзивный автомобиль. Вне зависимости от того, это «Континенталь», это «Флайн Спур», это «Мульзан», это «Бентейга». Неважно, любой Bentley отвечает стандарту того, что это качество, это дорого, это эксклюзивно. В отличие от Мерседесов, которые бывают даже за 2 миллиона рублей. Давай обсудим ценник того, в чем мы сейчас сидим. А вот это самая больная часть рассказа, поскольку, наверное, единственным недостатком этого автомобиля, ну, не единственным, но важным недостатком этого автомобиля является цена. Впрочем, если задуматься, если копнуть чуть дальше, это не недостаток, а преимущество. Потому что благодаря этой цене этих машин будет мало, и они всегда будут в почете. В отличие, например, от трехлитровых дизельных «Х5», которых на улицах Москвы больше, чем «Солярисов», по-моему. Цена «Бентейги» очень сильно варьируется в зависимости от комплектации. Например, наверное, самую дешевую машину вы можете купить примерно за 17 миллионов рублей. Конкретно эта машина, нашпигованная опциями, о которых я сейчас отдельно расскажу, стоит 23 миллиона рублей. Это как твоя машина и еще 22 миллиона рублей. Гурам, слушай, это просто отвратительно большая куча денег. Почему не взять себе что-то более вычурное, более стильное, «Феррари», «Ламборгини»? Да, ты прав. Можно купить «Феррари», и можно купить «Хорошую Феррари», можно купить «Ламборгини». В принципе, можно постараться и даже «Авентадор» купить. Но это кроссовер. Это автомобиль 21 века. Это автомобиль, который отвечает многим стандартам одновременно в одном автомобиле. Это и просторный салон, и большой багажник, и относительно высокий клиренс, и возможность выехать на бездорожье, и при этом вменяемая управляемость и достойный разгон. То есть ты получаешь 6 автомобилей в одном. Именно поэтому кроссоверы – это самая популярная платформа. Именно поэтому «Бентли» в свое время вовремя одумались, я думаю, что не в последнюю очередь, благодаря маркетологам «Фольксваген Ауди Групп», и запустили эту модель. Потому что «Ламборгини» одумались чуть-чуть позже, хотя находятся в том же концерне. И сейчас делают «Урус». Хорошо, она универсальнее «Феррари», но она медленнее, чем она. Да, ты абсолютно прав. Автомобиль, который объединяет в себе такое количество компромиссов, в каждом отдельном случае проигрывает. По-хорошему, если вы хотите добиться хорошего результата в каждой отдельной дисциплине, надо под каждую дисциплину покупать отдельную машину. Для трека – покупать Porsche GT3 RS. Для гонок по прямой – покупать, например, Nissan GTR. Для бездорожья – покупать Land Cruiser. Для поездок на дальняк – покупать Maybach. Для поездок всей семьей – покупать Mercedes V-класса. Да, но это надо содержать целый гараж. Но если вам нужен автомобиль, который один, один-единственный, отвечает почти всем этим требованиям, не на 100%, но хотя бы на 80%, то вы берете мешок денег и идете заказывать Bentaygo. А сколько стоит поддержанная Bentaygo? Давайте спросим у Автору. Открываем приложение Автору. Марка Bentley, модель Bentaygo. На Автору продается огромное количество этих автомобилей. Посмотрим, какая самая низкая цена. Самая дешевая Bentaygo на Автору стоит 14 миллионов рублей. Это автомобиль 2016 года с пробегом 3000 километров. Некоторые моменты в этом автомобиле меня искренне удивляют. Удивляли и продолжают удивлять. Например, тормозная система. Демыч, она здесь даже не перфорированная. Перфорированная – значит, там нет дырочек в тормозном диске. Эти дырочки, по идее, отвечают за охлаждение. Теперь смотри. Сегодня мы катались на серпантине в довольно активном режиме и довольно долго. И тормоза не перегрелись. Я не знаю, как они этого добились. Я не понимаю, как. Но при этом тормоза действительно держат. Они не карбонокерамические. Они обычные чугунные тормоза. Но при этом здесь, на этом автомобиле, они работают. Для сравнения, чугунные тормоза, например, на Continental GT или на Flying Spur работают отвратительно. Они перегреваются. А здесь – нет. Грант, ты прям очень сильно нахваливаешь этот автомобиль. Неужели он настолько идеален? Ну, безусловно, нет. Недостатки всегда существуют. И что самое удивительное, недостатки в этом автомобиле для меня появились в самых неожиданных местах. Например, мне казалось, что будут проблемы с коробкой передач, с ним проблемы нет. Мне казалось, что тормоза будут перегреваться. Не перегреваются. Но в салоне, в этом роскошном, дорогущем салоне, где дорогая кожа, хороший пластик, дорогой металл, шпон, все замечательно, ровные строчки. И вдруг ты видишь просто систему мультимедии от Пуарега. Причем система мультимедии сама по себе нареканий не вызывает. Она не самая крутая в мире, но она отвечает современным стандартам. Но сама мультимедия, сам экран, пластик вокруг этого экрана, как будто просто взяли, вытащили, вырвали из Туарега и садились сюда, в Бентли. Он просто смотрится здесь инородным по качеству. И это, я считаю, недостаток. Это первое. Второе. В этом Бентли стоит дорогущая аудиосистема, на им или на им фор Бентли, в которой почти 20 динамиков, почти 2 киловатта звука. И когда я включил музыку в ожидании шикарного звука и качественного звучания, я был разочарован, потому что звук был очень громкий, но не настроенный. И напомнил это мне смартфоны на андроиде, вы уж простите, пожалуйста, но смартфон на андроиде сразу никогда не работает. Его нужно неделю настраивать, и потом, возможно, он заработает. А я, как человек, который платит деньги за такую машину, хочу получить айфон. Яблоко дрочер. Да. Яблоко рулит. В итоге эту аудиосистему мы все-таки победили, мы смогли ее настроить, но это заняло около часа времени. Игра с эквалайзером, с различными настройками, она наконец-то зазвучала, она наконец-то раскрылась. Но зачем этим заниматься человеку, у которого нет времени? Владелец Бентли платит 20-ку только за понты или за что-то еще? За что-то еще, Дем. И здесь, поверь, очень много деталей, о которых на самом деле мало кто подозревает. Я думаю, что об этих деталях не знают даже владельцы Бентли, которые их покупают. Потому что они покупают чаще всего в России понты. Но, тем не менее, эти детали есть. Например, мало кто может представить себе, что вот этот руль, прекрасный руль, который я держу у себя в руках, требует 16 часов, 16 часов ручного труда, чтобы его просто обшить. 16 часов. Такое же количество времени нужно на конвейере, чтобы выпустить Volkswagen Polo или, например, Lado Calino. Многие вещи сейчас в вашей голове станут на свои места. Еще один любопытный момент, то что в логотипе Бентли в крыльях всегда разное количество перьев. В разных моделях разное количество. Она может быть равным, она может быть разным. Но это какая-то секретная история, связанная с производством этих машин, которого они до конца не раскрывают. Но любопытный момент. Посчитайте на своих Бентли сколько у вас перьев и напишите в комментариях. Ну, либо напишите в комментариях, что у вас нет Бентли. Я тоже напишу. Что ты можешь сказать после второго свидания с этим автомобилем? Слушай, ну, во-первых, поездка получилась прекрасная. Мы посетили красивейшее место. Это Республика Карелия. Здесь фантастическая природа, добрые люди. Мы покатались на Бентли на Дальняк. За два дня мы проехали больше тысячи километров. Мы поняли, что на Дальняк эта машина очень комфортная. Это действительно так. Потому что выхлоп не давит на уши. Потому что подвеска очень комфортная. И очень хорошая шумоизоляция. К вопросу, за что вы платите такие деньги. Разумеется, за историю. Разумеется, за престиж. За такой двигатель. Но есть очень много деталей. Например, вот этот логотип на сидениях. Он есть на каждом сидении в этом Бентли. И он сделан вручную. Причем на каждый логотип регламентированно делается 5254 стежка. Все делается вручную. Вот такие вот детали в Бентли. Я говорил о некотором послевкусии, которые есть после тест-драйва каждого автомобиля. И возвращаясь к Бентеге, у меня есть чем дополнить те слова, которые я уже сказал в тест-драйве. Действительно, это самый быстрый кроссовер на планете. Действительно, он способен съезжать на грунтованную дорогу и даже на песчаный карьер. И справиться с этим без проблем. Это не идеальный автомобиль. У него есть недостатки. И самый большой, пожалуй, это, разумеется, цена. Если вы ищете самый злой кроссовер, то, наверное, это не ваш выбор. Но если вам нужен статусный автомобиль, который будет быстро ехать, у которого будет хороший салон, история, престиж и качество, то добро пожаловать в мир Бентли. Вы смотрели DT Live. С вами был Гурам. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»